Молирная комната сия, помазаем святого леса во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Идея построить на кладбище часовню, где можно было помолиться за упокой души ушедших из жизни родных, возникла давно. Воплощать ее начали два года назад. Руководители территориального управления поселка и местные предприниматели договорились и решили строить, что называется, всем миром. Разрез Бочаски, допустим, общестроительную работу сделал там под руководством Сергея Чекличенко. Художники разрезы сделали вот такой купол красивый, промокс Алексея Николаевича, я установил окна. Шестаков Василий Васильевич установил двери. Нарышев Владимир Михайлович обшивку сделали. В общем, все вот так, все понемножку и в итоге получилось. Настоятель Богоевленского храма отец Михаил, как и положено по православным традициям, совершил чин освящения молельной комнаты, а затем провел первую службу для прихожан. Я считаю, многие жители будут довольны этой часовней. Спасибо всем предпринимателям, которые помогли в этом деле. Символично, что событие произошло в канун Радоницы. Сегодня во время посещения кладбища бочаццы могли заказать здесь молебен. У нас впервые Радоница 2017 года будет служиться здесь вот на кладбище, когда можно будет зайти сюда, поставить свечу за упокой, за здравие, заказать обедню. В общем, молебен в такой обстановке, когда действительно окружают иконы человека, когда подсвечник, все, в общем-то, необходимое для совершения таких вот служб, все здесь имеется. Пока новый приход имеет статус молельной комнаты. Чтобы стать часовней, необходимо пройти процедуру согласования с высшим руководством церкви. Со временем у новой часовни появится и название. Продолжение следует...